друзья приветствую сергей из мурманска прислал посылку с образцами двух разных масел из одного автомобиля и с разными условиями эксплуатации обратите внимание коробочка из под лямбда зонда дальнейшем будет фигурировать и описание автомобиля условий эксплуатации первое масло это у нас shell helix hx8 540 полнозольное масло а3 b4 так вот пожалуйста описание данного масла и второй образец это g energy синтетик актив 5 тоже 540 а3 b4 и вот тоже описание данного масла так ну и два комплекта отработок и свежего так вот первый свежая отработка и 2 дань тут немножко пролилась запачкалась поэтому я распаковать полностью не буду почищу и можно приступать так смотрите шел такой я проверял эталон меня есть поэтому я сравнил я сейчас покажу тот результат который получился я не знаю какая дата производства данного масла но здесь есть один существенный момент так обратить внимание 103 процента по противоизносным присадкам три десятого три десятых гликоля существенно ниже значит на 2 на 12 сотых кислотные ну и щелочное в принципе на том же уровне у эталона 10 и 9 а здесь 10 и 8 то есть можно считать таким же но некоторые параметры отличаются по я подумал что возможно что это уже свежие партии измененная рецептура поэтому обновил спектр под именно этот образец не стал это вам показывать чтобы не затягивать ну и давайте придем к проверке отработки как я сказал же это инфинити fx 35 девятого года объем масляной системы указан как 5,3 сервисный в каких-то источниках 5,7 сервисный объем 4,9 190 с половиной тысяч общий пробег 5,900 на масле 90 процентов городская езда у данного образца так смотрите противоизносных присадок в отработке 84 процента отличный уровень видно что на мой взгляд мотор в хорошем состоянии но посмотрите что с ней траванием его просто зашкаливает опять же показания сажи суд 8 сотых это высокие очень уровень видно что плохо сгорает топлива скорее всего это богатая смесь закисленность достаточно высокая 32 при начальной в два раза закисленность поднялась за 5 и 9 значит щелочной 6,8 еще в принципе есть зазор и воды посмотрите почти тысячу почти 1500 пм достаточно тоже высокий уровень сейчас покажу что произошло с вязкостью у этого образца так наливая свежая отработку хотя по цвету я бы не сказал что здесь какой-то там пакет но возможно как каким-то образом рецептуру подменили может быть что-то добавили какой-то новый компонент или заместили какой-то из компонентов так смотрите значит да есть разжижение сильное 47 процентов из 100 это высокой даже для города это много вот поэтому ну и не трава не подтверждает я думаю что здесь конечно под заливает мотор на мой взгляд это богатая смесь так можно приступать к следующему образцу это у нас как я уже сказал g energy 540 описание допуски вы видите данного масла у меня не было поэтому сейчас создам эталон посмотрим спектрограмму что намерит прибор и проверим отработку здесь ситуация с отработкой будет противоположная здесь 90 процентов трассы там 90 процентов города здесь 90 процентов трассы вот такая спектрограмма есть какой-то там несущественные салицилаты в общем-то ничего такого здесь особо примечательного нет значение низкие кстати значение по щелочному кислотному должны быть при таком уровне точный весьма так выбираю данное масло сейчас посмотрим что намерит прибор пункты по которым будет анализироваться масло лимиты так противоизносных присадок 62 процента но вот это странно честно говоря достаточно низкий уровень такой соответствует не полнозольному а скорее c3 ему может быть чем-то они добавляли что то что добавили беззольного здесь но тем не менее хотя стр тоже особо не видно не знаю так и видели до щелочной 9 и 6 очень похоже на полнозольник и кислотная 169 так сохраняем все можно приступать проверки отработки автомобиль тот же пробег видите почти 199 тысяч километров 10 город процентов 90 трасса пробег на масле 8132 километра сергей указывал что к одному образцу что к другому среднюю скорость но в таких диапазонах там от 17 до 22 от 60 до 72 то есть я не стал пересчитывать указать потому что разнос достаточно большой то есть здесь корректно не посчитать а получить ошибку тоже не хотелось бы смотрите в данной отработке 76 процентов противоизносные присадок тоже кстати показывает что и в 1 и во 2 противоизноска достаточно медленно расходуется то есть на мой взгляд это показание состояния грубо говоря общее состояние мотора не травания в норме одна сотая сажа посмотрите как трасса положительно влияет на процесс сгорания то есть если в городе это было восемь сотых здесь одна сотая ниже кислотные и щелочное тоже но в принципе 6 еще достаточный зазор но и воды намного меньше хотя здесь тоже может могут быть нюансы когда образец брали может быть перед отбором там было там пару дней города так следующим этапом давайте сравним вязкость данных образцов свежего отработки посмотрим по трассе по идее не должно быть изменений но мы видим что здесь даже по трассе разжижение достаточно существенное если в городе это было 47 процентов здесь 42 тоже много явно наливает мотор переливает даже я бы сказал много топлива надо разбираться почему так много топлива скорее всего нитрование в первом случае связано именно с топливом да не забывайте пожалуйста отметить видео подписывайтесь кто не подписался нажимать колокольчик чтобы не пропустить уведомления о новых видео и прогноз ресурса первый вариант это shell смотрите ресурс масла убит нитрованием богатая смесь она наиболее критично в городе на низких оборотах то есть по трассе на на оборотах эта богатая смесь больше сгорает то есть как бы сам по себе мотор работает на оборотах на более богатой смеси поэтому видите нет такого криминала по нитрованию а здесь прибито именно нитрование по вязкости понятно сами видели и по мощи нейтрализующим свойствам в принципе ушела почти 9700 неплохо но вот нитрование конечно это такой тревожный фактор могут образовываться уже значит соединение лаки шлама и все прочее сложно сравнить не зная средней скорости конечно борт компьютер должен был показывать среднюю скорость было бы интересно узнать что более точную конкретные цифры чтобы можно было рассчитать моточасы но к сожалению вот так видите здесь корректного тоже сравнения особо не получилось потому что даже налив в это в этот мотор даже самая топовая там о мелодин или еще что-то такого аналогичное мотор прикончить масло с таким же с таким же успехом как и допустим g energy или лукойл условный то есть здесь первую очередь ресурс маслах зависит от конструкции мотора помните до объем масляной системы некоторые убийцы моторы убийцы масел значит состояние мотора условия эксплуатации и уже во вторую третью очередь это только тип масла а я думаю что во вторую это тип масла в третью наверно все-таки бренд вот так бы я расставил но видели да значит полям до зонди начали с владельцем выяснять оказалось что машина ругалась и на лямбду меняли ее вот коробочка от нее dance и и на катализаторы но я думаю что здесь скорее всего два варианта на мой взгляд почему так богатит машина фильтры нормальные катализаторы проверяли расхода масла нет значит остается расходомер проверить на мой взгляд может быть из-за него забогаченная сильно смесь и еще как вариант раньше я помню датчик температуры двигателя он тоже влиял на смесь то есть когда датчик видел что двигатель холодный тасол холодный мозги ориентируясь на показания этого датчика забогачивали смесь для прогрева возможно здесь тоже он дает какие-то некорректные показания и значит смесь богатит но скорее всего это все-таки расходомер вот желаю владельцу разобраться он большую работу с его слов проделал для поиска неисправности но вот тем не менее видите картина все равно не не радостная благодарю сергея за предоставленные образцы за поддержку канала все кто посмотрел данные видео тоже благодарю желаю всем удачи здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся в следующих видео пока